Впервые в небо Карачаева-Черкесии массово поднялись воздушные шары. Стартовавший Всероссийский фестиваль «Притяжение» жителям и гостям республики подарит целую серию ярких и увлекательных мероприятий, которые покажут самое лучшее, что есть в регионе. Как и где прошли первые дни праздника, расскажет Дарья Тандит. Солнечная Карачаева-Черкесия стала центром притяжения для туристов из разных уголков страны, которые в течение всего месяца смогут любоваться местными достопримечательностями, знакомятся с уникальной культурой, многовековыми обычаями народов республики. Министр туризма и курортов республики Расул Тикеев поблагодарил организаторов Всероссийского фестиваля «Притяжение» и отметил, что это важное событие для региона и возможность продемонстрировать потенциал в развитии событий новотуризма. Карачаев-Черкесия славится не только природными, культурными достопримечательностями. Карачаев-Черкесия развит не только горнолыжный, экологический, научный, историко-культурный туризм, а также и событийный туризм. Ведь люди путешествуют для получения эмоций, поэтому мы стараемся создавать её правильно, интересно, чтобы людям это нравилось. Всероссийский туристический фестиваль «Притяжение» проходит при поддержке Министерства туризма и курортов республики, и оно – по развитию поддержки туризма Карачаева-Черкесия «Туризм». Известный туркомплекс «Медовы водопады» стал местом открытия масштабного мероприятия. Незабываемым стал вечер на фестивале воздушных шаров, где небо стало холстом для ярких и пастельных красок. У жителей и гостей была возможность не только наблюдать за воздухоплавателями, но и совершить незабываемый полёт на воздушном шаре над живописным пейзажем ущелья реки Оликоновки. Войне приятно для меня лично, как глава администрации этого района, что этот фестиваль проходит у нас. Это говорит о многом, это говорит о том, что в республике мир и покой, это говорит о том, что туристическая привлекательность республики, люди со всех уголков нашего района и вся Каменгодская группа сегодня приехали сюда, на этот фестиваль. Это говорит о многом. Помимо полёта на воздушном шаре, жители и гости Карачаева-Черкесии посетили новую ферму «Альпак», ярмарку народно-художественных промыслов, выставку карачаевских лошадей, концерты и музыкально-световое шоу. Также на площадке проведения фестиваля функционировали фудкорты и детская игровая зона. Фестиваль такого формата в республике проводится впервые. Мероприятие планируют собрать более 25 тысяч гостей со всей страны. Люди довольны, люди радостны. И вот само название может притяжение тоже такое, знаете, название фестиваля, притяжение добра, мира, отдыха, гостеприимства. Мы, Карачаевские, всегда считаются одной из гостеприимных регионов. Следующий этап фестиваля пройдёт 26 августа в посёлке Архыс. Там запланировано проведение велозабега «Архыс-Малый Зеленчук» и пеший туристический поход до Софийской поляны. Город Карачаевск станет площадкой фестиваля 27 августа. На территории парка «Зелёный остров» состоится выставка картин, созданных молодыми художниками при помощи нейросетей, фудкорт и концерт молодых исполнителей. 2 и 3 сентября фестиваль вернётся в Архыс, где пройдёт концерт электронной музыки. Тем, кто не успел насладиться красотой взлёта шаров, не стоит расстраиваться, так как это был лишь эпизод более масштабного фестиваля, который продлится до 16 сентября. Дарья Тендит, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район.